Привет, друзья, это Таранз. Сегодня очередной выпуск распаковок. Давайте я, наверное, сделаю целую рубрику у себя. Наверное, сделаю отдельный плейлист. Наверное, уже пришла пора создавать плейлисты. Буду рассказывать какие-то мануалы, буду показывать, как работать в какой состине. И отдельно, наверное, сделаю выпуск с распаковками. Будет отдельный, не выпуск, а отдельный будет канал с распаковками. Назову его Cheap and Simple, потому что мне вообще нравится это словосочетание. В русском языке нет аналогов. Есть, наверное, дешево и сердито. Но оригинально это будет звучать, наверное, дешево и просто. Поэтому дешево и просто – это все то говнище, которое я покупаю для своей работы. Все то, что я использую в своей работе, это и есть Cheap and Simple. Даже мы стараемся каким-то образом на этом денежки зарабатывать. Я думаю, вам будет полезна всякая информация. И, может быть, мой опыт именно избавит вас от покупки всякого дерьмища, которое будет непроверено. В общем, как я уже раньше говорил, я буду покупать, делать все за вас, распечатывать, показывать вам. И вводить вас в курс дела, как это вообще все работает. В общем, поехали. Ножичек. И начнем, наверное, с самого маленького пакетика. Что это такое? Хонг-хонг. Не знаю, что это. Давайте посмотрим. Это, кстати, крайне полезная вещь. Рекомендую всем обзавестись такой вот хернёй. Она стоит, по-моему, 230 рублей. То есть у нас здесь стандартный Type-C. Такая вот пружинка. Здесь USB. Ну, продавец написал, что это USB 3.0. Но, в принципе, Type-C не может быть иначе. Для чего это куплено? Это куплено для... Я думаю, вы, наверное, догадались, да? Чирик. 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 Вот примерно вот так это выглядит. 240 рублей. На удовольствие вообще полные штаны. Вот. Следующий пакетик тоже маленький. Поехали. Что это? Хонг-хонг. Кто же? Хонг-хонг. Хонг-хонг. 20-дас. Смотрите, тут даже есть карточка качества. Крайне полезная вещь. Стоит всего 500 рублей. Вообще, вот, настоятельно рекомендую такую херню обзавестись. Сейчас покажу, для чего она нужна. Смотрите. У нас есть клетка. У нас на этой клетке установлен либо Magic Arm. Такая херня. Либо вот такая вот GoPro-шная байда. Ну, она не совсем GoPro-шная. Здесь просто GoPro-шная сама система крепления. Для закрепления мониторов. Ну, обычно я здесь ставлю микрофон. Сюда вешаю свой рекордер. То есть, у нас здесь получается быстросъемная площадка. Примерно вот так это выглядит. Вот эта часть, вот эта часть у нас наматывается либо на монитор, либо на внешний рекордер. И просто вам не надо будет теперь каждый раз раскручивать всю конструкцию, да, чтобы снять монитор. Вы просто откручиваете, как бы, один бегуночек вот этот. И одеваете или снимаете монитор. Я считаю, это адски удобно, как бы. И всем рекомендую покупки. Стоит, по-моему, 500 рублей, что-то там, или 480 рублей. Что-то такое. Если вы не напали на супер распродажу, там 11-11, то, я думаю, вы успели ее купить подешевле. Следующая у нас на очереди вот такая коробка. Хер его знает, что здесь. Вот оно. Пакетик с воздухом, блин. Я его так долго ждал, гад. Всегда хотел вот так сделать. Ладно, шучу, нет. Это у нас V-Lock V-Plate для V-Mount батарейки. Что это такое? Это такая херня, которая стоит в профессиональных камерах. Ну, в профессиональных кино и видеокамерах. Вот так это выглядит. Для чего она нужна? Она нужна нам для того, чтобы мы вот эту вот херню цепляли уже непосредственно на риг. И у нас, как бы, эта батарея держалась непосредственно за вот эту штуку на нашем риге. То есть, сняли, зарядили или поставили новую. Надели, работаем. Один у нас D-Sub идет на камеру. Один D-Sub у нас пойдет здесь на... Либо вот эта часть будет припаиваться, просто обычный коннектор. Либо с этой части будет выходить пружинчатый D-Sub. С другой стороны, с маленьким коннектором, да, папой, выходить будет на рекордер. То есть, цена вот этой хероборы, по-моему, в районе 600 рублей. Как бы, крайне полезная вещь, крепится обычными винтами сюда. Кстати, винты должны быть в комплекте. А, да, вот они. Слышите звук? Как будто ружье зарядили. И далее у нас самое интересное, самая большая коробка. У нас здесь... Стою в пробке, смотрю. Вот. Гарантия. Короче, чтобы вы поняли, да, примерно. Wireless HD Video Transmission Solution. Да, сейчас кто-то из вас начнет, самый упоротый профессионал, начнет говорить. Ну, чувак, ну это бытовые приборы, для чего их использовать? Ну, подождите, мы же с вами не снимаем кино, там, с многомиллионными бюджетами. Мы снимаем с вами обычное, в принципе, бытовое кино, да. Вот, эти штуки нам крайне нужны. Блок питания. Еще один блок питания. У нас два устройства. Это ИК-приемник, удлинитель. Это у нас площадки. Провода. Еще провода. HDMI, HDMI. HDMI-ов у нас просто неприлично много. Так, USB, USB. То есть, о, замечательная вещь, сейчас расскажу, почему это замечательно. Вот, и здесь еще один ИК-приемник. Но, поскольку он нам нахрен не нужен, мы его пока спрячем сюда. Вот эти вещи нам могут пригодиться, поэтому мы их отложим. Достанем с вами приемники. Давай приемник. Приемник. Такая штука. Это у нас приемник. Всем нравится, когда пленочки снимают. Понятно, что это не iPhone X, но все равно, смотри, какая красота. Во. Так, вторая часть. HDMI-in и HDMI-out. Вот, здесь есть вот такая вот дыра, 1,4 резьба. Типичная резьба для любой площадки. И здесь, и здесь. Тут она прикрыта просто заботливо резиночкой. Вот, это нам говорит о том, что мы, в принципе, один из этих приборов можем смело поставить на камеру. 5-ти вольтовый блок питания. Два штуки. Замечательно, что тут есть обычный USB. К нему поставляется вот такой USB-шнур. С одной стороны у нас папа, с другой стороны у нас папа USB. Вот, то есть это нам говорит о том, что мы вот такую хреновину можем смело воткнуть куда? Правильно, в Powerbank. В общем, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. И, кстати, спасибо за донаты. Я не ожидал. Очень приятно. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.